Огромные дороги, трамваи, овраги превратили в реку, люди на гондолах проплывают мимо великолепных домов. Нас обманули? Нас обманули? Что-то пошло не так. Это ведь нечестно и непорядочно со стороны государства и развития города. В смысле? 2040 год. Город Киров. В районе Филейки работает речной порт, в Порошино ходят троллейбусы, а до Кирово-Чепецка и Слободского легко можно добраться на электричке, причем 7 раз в день. Да и в самом городе есть чем заняться. Можно, к примеру, сходить на Кафедральную площадь, это где раньше был стадион Динамо, или прогуляться по элитному району Вересники. 2020 год. Город Киров. Жители изучают новый генплан на ближайшие 20 лет и сомневаются, что все это когда-то станет реальностью. Новые дороги и удобные развязки, десятки детских садов и школ, продуманная застройка и зеленые коридоры. Это все фантазии разработчиков из Москвы или реальное руководство к действию? В январе 2019 года администрация Кирова заключила контракт с Московским институтом Гипрогор, чтобы последние разработали генеральный план города. Причем первый этап этого проекта должны были реализовать до 2025 года, а весь план рассчитан на 20 лет. До 2020 года у Кирова уже был план, по которому город должен был развиваться. Однако, по мнению экспертов, он выполнен в лучшем случае на 20-30%. Город не успевал развиваться пропорционально растущему населению. Уже к 2018 году в Кирове жило почти на 40 тысяч человек больше, чем планировали разработчики плана. Хуже всего дела пошли с развитием зеленых зон и строительством инфраструктуры. К примеру, площадь парков и скверов к 2020 году должна была составить более 947 гектаров. Но к 2018 году этот показатель был выполнен всего на 11,9%. Так и не были построены запланированные мосты, транспортные развязки, магистральные улицы. Теперь о новом генплане. Авторы проекта пришли к выводу, что Киров развивается очень неравномерно и у города есть градостроительный потенциал площадью более 3000 гектаров. К незастроенным территориям относятся Бахта, Заречная часть города, Малая Суботиха, Ганина, Гнусина, Чистые пруды. Кроме того, разработчики решили, что Кирову необходим городской каркас с точками притяжения. Что касается численности населения, по прогнозам автора генплана, к 2040 году в Кирове будут жить от 560 до 608 тысяч человек с учетом миграции. Как должен выглядеть Киров в 2040-м в каждой конкретной сфере и хватит ли денег на эти масштабные планы, обсудим сегодня с нашими гостями. У нас в студии историк Антон Касанов и председатель союза архитекторов Кировской области Алла Буркова. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы отдельно будем говорить и о дорогах, и о застройке, и о спортивных и культурных объектах. Но вначале хочется обсудить, насколько вообще целесообразно составлять генплан на 20 лет. Может быть нужно было действительно там какими-то пятилетками мыслить или здесь такие долгосрочные планы, они уместны, как вам кажется? Конечно, в первую очередь нужно подумать насчет того, вообще стоит ли обсуждать этот вопрос, потому что генплан, сразу возникает какая-то дискуссия. То есть это документ, который все определяет, все развитие города, он обязателен и за его невыполнение какие-то санкции предусматривается. Либо генплан, это просто бумага, которая по сути дела является обычной формальностью. И действительно ревизия, которая была проведена институтом ГИПРГОР, она нам показала довольно ярко, что оказывается 27,5% это степень выполнения предыдущего генплана, составленного в 2007 году. То есть получается, что город развивался в течение 15 лет, не то что не по генплану, вообще непонятно как. Вы представьте себе, что вы, например, врач, и вы только 27% своей работы выполняете, остальное, ну ладно уж, как там, само пойдет, выживет человек или нет. То есть это довольно странно. И сразу возникает вопрос об ответственности за такие действия, поскольку все-таки этот генплан, он очень четко соотносится с социальной составляющей. Потому что были построены микрорайоны, было сказано насчет того, что опережающее развитие, то есть строится очень много жилья, но строится мало элементов инфраструктуры. Школ, больниц, детских садов, стадионов, спортивных комплексов. И получается очень жесткое и неравномерное развитие. Построено много жилья, но там нет никакой инфраструктуры. И даже история с путепроводом, что сначала построено было все, но не было дороги. А как такое может быть? То есть это очень странно. И вот вам и, в общем-то, не только теоретическое, но и вполне эмпирическое, то, что мы видим сами. Мы видим, что что-то пошло не так. Но, вы знаете, у любого процесса есть свои отцы какие-то. У нас мы точно, наверное, можем сказать, почему так произошло. Наверное, это кадровая чахарда в администрации. И это, конечно, также касается и непосредственно управления архитектурой, поскольку там-то никто не менялся. То есть там 20 лет люди на своем месте находились, но они допустили, что вот случился такой страшный дисбаланс. Поэтому сразу возникает вопрос по поводу того, вот генплан, да, много денег заплатили за то, чтобы гиперборг город его составил, а вот соберемся через 20 лет. И опять кажется, что на 27% вы выполнили. И получается, что город в своем развитии подвержен анархии. Это очень печальная тенденция. Алма Марсовна, да, я хочу вас спросить, вы как считаете, это тоже из-за кадровой чахарды? Или, в принципе, ну какая разница, приходит другой чиновник, но есть генплан, он обязан как-то ориентироваться на него. Почему в результате? Генплан — это какой-то свод правил, или это просто рекомендация, как должно быть? И особо на него никто внимания не обращает, как я понимаю. Нет, в принципе, это рекомендация, как нужно вести строительство в городе. И в принципе, это не закон, а он подлежит реконструкции. Почему на сегодняшний день сделана у нас реконструкция старого генплана? Ну то есть никакой ответственности не предусмотрено, да, за невыполнение этого генплана? Ну у нас как бы есть ответственность, в принципе, с достройщика перед жителем города. Вот правильно, что у нас идет застройка микрорайона, а мы там дальше инфраструктуру не делаем. Генплан к этому отношению никакого не имеет. А вот администрация, да. Значит, где-то в каком-то месте генплан сказал, что здесь будет микрорайон со всей полной инфраструктурой, где есть детские сады, два. Школа на тысячу учащихся в одну смену со стадионом. Что мы можем сделать? Мы можем сделать полтора детских сада, можем. Мы можем школу сделать без стадиона, можем. Но все остальное застраивается чем жильем. То есть законодательство позволяет лавировать между строк, между генпланом. Генплан просто говорит о том, что здесь будет микрорайон. Я так понимаю, что людям как раз это и надоело, что город застраивается так неравномерно и необсуждаемо. Поэтому на публичных слушаниях было действительно очень много людей. Давайте посмотрим, какие вопросы жители интересовали. Нью-Васюки рисовать неуместно. С таким заявлением выступили несколько жителей Кирова при обсуждении нового генплана города. По проекту территория в районе улицы Подребка операции может быть застроена общественными и деловыми зданиями. Люди, которые работают на этой улице, переживают, что могут остаться без рабочих мест. Мы предлагаем, что сейчас все-таки оставить участок в пицепабрике Единого. И как коммунальная складская зона, оставить его как есть. Что касается ликвидации, как вы сказали, рабочих мест, никто рабочие места не ликвидирует. Мы с чего начали свой доклад, что да, в городе есть естественные антропогенные разрывы. Следующими к микрофону подошли жители деревни Богородская. Она находится в заречной части Кирова. Согласно предлагаемому генплану, третий мост через Двятку может быть проложен как раз через эту деревню Богородская. Жители переживают, что их тихий уголок может превратиться в загруженную, заказованную автомагистраль. Наша недвижимость сразу упадет в цене. Это 100%. Во-вторых, проектантам, какой категории это будет дорога, об этом тоже информации нет. И самый главный вопрос это круг, куда она будет выходить. Я думаю, кто живет в заречной части, они все знают, что мы домой едем, ну, где-нибудь, если вечера, вот в это время, ну, минимум час. Кстати, строительство третьего моста через Двятку активно обсуждалось и при согласовании предыдущего генплана города в 2007 году. С тех пор прошло 13 лет, третий мост через Двятку так и не появился и остается пока только на бумаге. Еще кировчан беспокоит недавно построенная дорога в Чистых прудах. По их мнению, там срочно нужна хорошая транспортная развязка, потому что в противном случае в такой широкой автомагистрали просто нет никакого смысла. Помимо западного обхода, это реализация того мероприятия, которое не было реализовано, мы это решение поддерживаем. Дальше, если вы посмотрите, мы создаем меридианальные направления, об этом мы тоже говорили, в южном направлении для поддержания прямых связей с выходом на южный обход. Все вопросы и предложения от населения были записаны и зафиксированы. И при окончательном утверждении генплана они могут быть учтены. Ну вот как вы думаете, почему люди так стали активно участвовать в таких мероприятиях? Это социальная ответственность повысилась? Или действительно люди переживают, что в ущерб их интересам что-то будет в городе сделано? В ущерб их интересам. Это новые микрорайоны, самая заречная часть, где люди требуют школу. Она по генплану есть, но кто ее строить будет? Понимаете, вот этот вот перекос, мы же строим жилье, но не будем строить социальные объекты, это опять-таки генплану никакого отношения не имеет. Он зарегистрировал, он уже сделал, он уже сказал, что здесь должна быть инфраструктура. Мы сегодня говорим о парках, улицах и тому подобное. Сейчас мы говорим о том, что не хотят делать третий мост через реку. Хотите вы это или не хотите, этот мост был с 1970 года. Запланирован. Запланирован, он был на картах. А нужен он вообще этот мост? Нужен, а как не нужен? Это же улица, которая заканчивается мостом, который идет от железнодорожного вокзала. Конечно, либо вы едете через весь город к старому мосту, либо к новому мосту и едете на ту сторону реки, либо вы сразу выезжаете на Слободской тракт. Алла Марсовна, вы рассказывали вообще интересную мысль, что каждая улица, которая идет к реке, должна заканчиваться мостом. Конечно. Это в идеале, да? Вряд ли можно представить себе, что Киров... Если мы будем вот так рассуждать, вряд ли мы, Киров, там надо верить в это. Надо деньги на это искать. Где взять денег? Я не совсем согласен. Я считаю, что генплан должен очень четко соотноситься с экономической ситуацией. То есть вот у нас есть пример. Предыдущий генплан, который фактически формировал развитие города в нулевые, в десятые годы. Это время фактически золотое, потому что у нас приток был нефтедолларов, очень много было денег в бюджете на самом деле, и можно было сделать определенный прорыв. Вот мы берем, например, самую сложную вот эту ситуацию, которая связана с тем, что было построено много жилых микрорайлов, население города по статистике увеличилось, и, соответственно, требуются детские сады и школы. Давайте посмотрим, сколько было построено детских садов и школ за период нулевых, десятых годов. Это явно не то число, которое переливается с развитием города, и не то число, которое было прописано в генплане. Но была идеальная фактически экономическая ситуация, денег было много, это можно было сделать, но это не было сделано. А сейчас, на тот период времени, когда у нас наступил очень серьезный экономический кризис, когда мы говорим о том, что в бюджете города, в бюджете области денег на такие проекты нет. А, к сожалению, получается так, что запланировано 56 школ, 67 детских садов. Давайте вспомним о том, что это. Вы можете поверить, что вот это будет построено? Я не вижу, не то что поверить или не поверить, я не вижу здесь какой-то экономической базы под это, потому что, опять же, когда мы делаем такое планирование, мы должны понимать, где получим мы на это деньги. А когда это просто, так сказать, мысли вслух, тогда получается, что это просто фантазии. И мне это напоминает, значит, что в 30-е годы два главных архитектора города в разные периоды времени, Евгений Громаковский и Никита Козлов, они написали рукопись, она хранится в Госархиве нашем, называется «Город в ближайшем будущем». Они, видимо, сидели где-то на заваленке, и давай фантазировать, как город выглядит через 20 лет. И, типа, там такой сюжет, они уезжают и приезжают, с 39-го года приезжают, там, в 51-м. И вот они пишут «Город превратился просто в великолепный такой город, огромные дороги, трамваи, овраги превратили в реку, люди на гондолах проплывают мимо великолепных домов, блестящие сады, ботанические какие-то сады». Ну, то есть, вот это вот просто фантазия, которая была записана на бумаге, но мне чем-то вот этот генплан тоже напомнил вот такое фантазийное воспроизведение гипотетической реальности, потому что сложно поверить в то, что вот те идеи, которые, правильно говорить, обсуждаются, там, по 20-30 лет, они будут, бац, и воплощены в этот промежуток времени, там, пешеходная улица, третий мост, 5 путепроводов, 67 детских садов, то есть, на самом деле, как будто бы эти цифры, они взяты-то откуда-то сверху. Поэтому, если нет экономической базы, если нет к этому предпосылок, то стоит ли это все планировать? Вот это большой вопрос, которым нужно. Но, может быть, наоборот, Алла Марсовна, может быть, права в том, что нужно мечтать о большом, потому что, если мы будем мечтать хотя бы о том, чтобы у нас построили один детский сад и отремонтировали одну дорогу, да и ладно, мы проживем, то, может быть, ничего у нас и не появится. А если мы планировали большие цели, у нас сколько детских садов было убрано из социальной нужды? А потому что детей не было, поэтому мы их убирали. А мы говорим сегодня и живем сегодня. Вот не нужен детский сад, давайте мы его отдадим банку, магазины, а сейчас мы их изымаем в обратную сторону. Это ведь нечестно и непорядочно со стороны государства и развития города. Пусть оставался бы детский сад, они бы развивались как-то, чего-то можно было бы это сделать. И не было бы вот этого перекоса, отсутствия детских садов, когда появился бум. Мы говорили о том, что давайте повысим рождаемость. Повысились. Сегодня не хватает школ. А что, мы не знали, что школ не будет не хватать? Знали прекрасно. Администрация может рычаги какие-то включить? Как говорится, только в рамках закона она может включить. А просто так прийти и сказать, дядя Федя, построи нам школу, а на каком основании? То есть, понимаете, а школа, она была в микрорайоне, и не одна. И этих примеров могу вам сказать по всему городу, где школы должны были быть и не появились, в связи с тем, что нет рычагов у администрации, как построить школу, где взять денег. Вот правильно вы говорите. Где взять денег? Если бы мы не получили деньги на путепровод из федерального бюджета в чистые пруды, не было бы никогда там выезда в город. Ну так получается, что надо на эти объекты тоже какие-то федеральные деньги выбрать? У нас есть программы, в которой существуют на сегодняшний день. Мы почему строим спортивные комплексы? Потому что есть программа. Может быть, в генплан нужно вносить то, какие программы есть, и по какой программе мы можем воплотить это в жизнь? Но если мы не будем говорить о том, что вот в этом месте нам нужен мост, уже с 70-го года мы говорим, что нам нужен мост. Еще тогда не было того нового моста. Его потом запроектировали. Тоже такая же была ситуация, что возможно, где лучше сделать? Там наверху новый мост или здесь его сделать? То есть тоже решался вопрос, каким же образом потратить деньги. Но там хотя бы деньги были, а здесь-то и денег нет просто. Там было другое государство. Поймите правильно. Все говорят, что проектировщики не запланировали, не учли финансовую составляющую. Они не должны ее учитывать. Да, мы должны предлагать о том, что давайте, если мы не будем властью. Я с вами согласен, потому что они должны учитывать экономическую ситуацию, чтобы не плодить те проекты, которые будут просто нереализованы. Ведь потом же через, опять же, 20 лет скажут, на 27% выполнено. Почему? Потому что запланировали в отрыве от текущей ситуации. Проектировщики, конечно, они должны были быть, мне кажется, более погружены в нашу реальность, потому что, к сожалению, по общественным слушаниям мы увидели, что зачастую они там путались с какими-то объектами, они зачастую не понимали, о чем идет речь сразу. То есть они немножко были оторваны. Это, наверное, обидно для представителей кировского архитектурного сообщества, которые отлично знают, что там этот мост в 70-х годах планировали, знают, что так называемый новый мост строили 10 лет. И вы планируете 5 путепроводов за 20 лет постой. Так один мост строили 10 лет. Так на 5 новостей почему? Это какой-то контекст, который нужно, безусловно, знать. Та же ситуация касается и сноса стадиона «Динамо». Но нельзя так с кондачка, вот так вот розчерком пера. Нужно все равно вдуматься, подумать насчет этой ситуации. Каким-то образом здесь прийти к решению, которое будет выгодно, ну, по крайней мере, большинству гаража. Тут опять же вопрос, почему это делали люди, которые в городе не живут и которые плохо знают город? Точно так же, как было с транспортной схемой. Делали люди, которые никогда не ездили на кировском транспорте. И здесь люди, которые не знают город, пытаются. Все документации, которые утверждаются в Министерстве строительства Российской Федерации, мы обязаны делать с организацией, имеющей лицензию на это проектирование. А в Кирове нет ни у кого этой лицензии? Нет, у нас в Кирове нет такой лицензии. У предприятия, мы все архитекторы, дипломированные как архитекторы, имеющие высшее образование, мы можем работать в этой организации. Тогда должны, наверное, какие-то кировские консультанты быть у этой организации, чтобы они лучше понимали город. А вот нет у нас организации, вот такого проектного института, которая могла бы дать такую документацию. Почему у нас не было архитекторов при разработке, причем второй раз? Потому что у нас существует администрация, и все мы люди. И как-то люди относятся к архитекторам, которых никто не любит нигде. На стройку нас не пускают, в реставрацию нас не пускают, потому что мы многое запрещаем делать, и по документам требуем, чтобы это все было, реставраторы, архитекторы. Архитекторы на стройках приходят, тоже начинают, как говорится, вы не по проекту делаете. А здесь-то какой бы вред архитекторы принесли? Ну, понимаете, это идет личное отношение или что? Никто никого не опасается, просто личное отношение к личным архитекторам. Насколько я понимаю, какие-то есть внутренние противоречия, в том числе... Да, в администрации есть с нами личные... Когда была другая команда, мы сделали в 2012 году большой проект о реконструкции нашего города к юбилею. Тогда все говорили, ой, 20 лет, еще 12-й год был. Но мы сделали, причем по просьбе администрации, тогда у нас была совсем другая команда, она более благосклонно относилась к архитекторам, обратилась в Союз архитекторов, и инициативная группа на своем энтузиазме сделала проект, и мы выставляли его на зодчестве. У нас здесь Кирове. Все знакомились, все говорили, ой, как хорошо, а Дефирамбы, это песни, и все наши мысли перешли вот в этот генплан, который создают сейчас вот у нас москвичи. Оно мимо не прошло, потому что существует документация, все ее видели, все знают, и даже тот, кто пришел следующей командой, он видел эти чертежи, эти документации. Вот надо вот, составляя техническое задание на реконструкцию, вернее так, на корректировку генплана 2007 года, была корректировка, это не создание нового генплана, а с учетом того, что было сделано. А корректировку тоже не могут вносить наши местные архитекторы? Нет, потому что деньги идут, опять-таки, бюджетные. Нужны бюджетные деньги отчитываться. А кто-то такой у нас, кто не любит архитекторов, может быть, в риме, в реме должности? На сегодняшний день, пока я еще такой антагонизм не ощущала, но предыдущая команда, не будем называть фамилий, сменилась которая, не очень любила личности из союза архитекторов, ну и, в принципе... Здесь ведь задача властей не то, чтобы любить кого-то или не любить, а делать городу пользу. Нет, было личное отношение к личностям. Мне кажется, что даже если ты живешь в другом городе, особенно в городе Москва, тебе довольно тяжело понять, что тут происходит, где-то на периферии, в городе Кире, в областном центре, и тут очень большое наслоение контекста. И получается так, что вот есть генплан, но то, что там запланировано, оно вне тех тенденций, которые в городе. То есть, допустим, там запланировано по транспорту большое развитие именно троллейбусной системы, то есть и мост новый, и по-моему, должен проехать троллейбус, и везде в новых микрорайонах троллейбусы, но за последние годы мы видели только сокращение троллейбусной линии. И это довольно странно, то есть тут противоречие, то есть политика городской администрации такая, одна линия, а в генплане другое. То есть я и говорю, что это все как-то очень странно разбито, то есть это не коррелирует ни с экономическим развитием, ни с политикой администрации. А какая, кстати, политика администрации касательно генплана? Тоже мне, я смотрю общественно, слушаю, не всем стало понятно. Но вроде за все хорошее, против всего плохого, как всегда. Но конкретно четко, от какого-то детального понимания ни у главы города, ни у главы администрации я не увидел. Может быть, она есть, но это не просматривалось непосредственно там. Наверное, потому что глава администрации, он работает еще недолго, и ему тоже сложно, вот как он будет планировать на долгосрочную перспективу, когда каждый год, каждые два года меняются люди, которые руководят городом. А мы говорим про 20-летие. Сложно уже планировать 20-летиями, хотя, может быть, вы действительно правы, что какая-то у нас есть сложившаяся традиция советских времен, пятилетка за 4 года, за 3 года. Может быть, это тоже было довольно рационально, потому что, смотрите, уж совсем будущее нам тяжело, потому что, видите, даже завтрашнего дня мы не видим. Тут вот кто мог подумать, что в этом году начнутся такие страшные вещи. А вот они случились. По поводу транспортного как раз сообщения, дорожных развязок, у нас есть сюжет, что планируется сделать к 2040 году. Давайте посмотрим. В новом генплане этот западный обход снова есть, причем он копирует ту же схему, что и была в предыдущем. Вообще, с точки зрения генплана, очень многие вещи взяты из предыдущего, которые не были резованы и как калька переложены на 20-й год. Слева генплан 2007 года, справа 2020. Депутат Михаил Ковязин наблюдает за развитием Кирова не один десяток лет и прекрасно помнит объекты, которые должны были быть построены по старой схеме. Один из них – западный обход. По задумке он должен был связать новый мост, улицу Московскую, Победиловский тракт и южный обход. Но это только по задумке. По факту же дорога построена только до поселка Ганино. И то строительство велось еще в Советском Союзе. После переворота в 90-е работы так и не возобновились. Это некая линия развития города. И спрашивать за это тоже нужно точно так же, как и за те ямы, за непостроенные садики, которые есть. Потому что очень сейчас важно при принятии генплана с учетом тех поправок, все-таки же, чтобы он, в отличие от предыдущего плана, был выполнен там не на 20%, не на 30%, и не на 50%, а по сути дела на 100%. Генплан 2007 года был рассчитан на 13 лет, то есть до этого года. И по словам Михаила Ковязина, что касается транспортного каркаса, план был выполнен от силы на 10%. И то, что уже было сделано, к сегодняшнему дню устарело. Ширина и качество западного обхода уже не отвечают современным требованиям, рассказал депутат. Но тут хотя бы начинали работу. Например, про Третий мост через Вятку говорили долго и много, но дальше разговоров дело не пошло. И причин тут несколько, в первую очередь финансовая. Переправа стоит больших денег, к тому же ее необходимость так и не была доказана. По предлагаемому генплану улица Азина продлевается за улицу Ленина и переходит в Третий мост через Вятку, который на другом берегу реки проходит через деревню Малая Суботиха и уходит на Слободской тракт. Продлить, построить и соединить – это основные тезисы развития дорожной инфраструктуры в новом генплане. Следующий пример – магистраль между районами Чистой пруды и Радужной. В реальности ее пока нет. Но, что называется, первый кирпичик уже заложен. Это путепровод и недавно построенная улица Ивана Попова. Сейчас шестиполосная дорога упирается в двухполосную деревенскую улицу. Тут должна быть развязка или разворотное кольцо и продолжение магистрали. Но когда это еще появится, сокрушается общественник Константин Сичихин. Это продолжение улицы Ивана Попова в сторону Радужного. Это должна быть параллельно улица, улица Ленина, которая идет у нас, начиная с улицы Советская, с Новоавиатска, чтобы разгрузить именно данный поток транспорта, который идет из Новоавиатска за счет продолжения улицы Ивана Попова уже в сторону Радужного. Из нового в Генплане. До 2040 года в Кирове могут построить пять путепроводов, десятки транспортных развязок и несколько транспортно-пересадочных и логистических центров для грузоперевозок. Звучит солидно и многообещающе. Но, как говорят депутаты и общественники, мало нарисовать идеальную картину города. Надо создать каждый идея-проект, смету и с этими данными уже добиваться финансирования. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. В других городах, где тоже Генплан обсуждали, у них, похоже, претензия, что оторвана от реальности. То есть нарисовать можно все, что угодно, и развязки, и мосты, и дороги. Другое дело, сможем ли мы это сделать. Но, может быть, на транспортную инфраструктуру как раз можно привлечь федеральные деньги? Ведь сейчас активно выделяются. В принципе, конечно, существуют программы, и государственные, и федеральные, и бюджетные. Естественно, не зазря же просто так вот заказали сделать инфраструктуру нам транспортную. Но сам факт, на сегодняшний день очень большая нагрузка идет на центральные улицы. Зачем туда проводить дублирующие все проезды автобусов? Стали сейчас, на сегодняшний день, более-менее корректировать к новой транспортной схеме. Народ вроде бы немножко повозмущался, но потихонечку стал привыкать к тому, что появились новые у нас автобусные движения. Но все равно не разгружены центральные улицы. Они узкие, и неудобно добираться везде. Почему мы ездим-то на своих машинах? Потому что нам неудобен общественный транспорт, который не отвечает требованиям на сегодняшний день. Так а будет ли когда-нибудь удобно? А ведь надо же делать и смотреть. Это сложный вопрос, на самом деле, потому что это всегда что первично, курица или яйцо. Люди говорят, нам неудобно ездить на общественном транспорте, он какой-то не такой, лучше ездить на машине. В геймплане заложено, что через 20 лет у каждого второго будет по машине, то и по две может быть. Кстати, это тоже на чем это основано. Экономическая ситуация позволяет в семье иметь две машины? Не знаю, на самом деле у меня нет машины. Я, допустим, как пешеход и велосипедист, то есть я вообще не увидел ни геймплана, ни развития ни пешеходной, ни инфраструктуры ни велосипедной. А учитывая то, что предполагается увеличение численности населения до 600 и более тысяч человек, то есть это означает, что пробки и прочие атрибуты жизни в мегаполисе, они будут становиться еще более привычными явлениями. Мне кажется, что это очень плохо, что у меня отражены были эти аспекты. Жизнь в мегаполисе, мы всегда говорим о том, что нужно, чтобы было всем удобно расстояние от дома до работы пройти пешком 500 метров. Мы сами себе создаем эти условия, сесть на машину и ехать 2 километра. То есть мы не ищем работу в районе, где мы... Потому что там, наверное, вот поэтому и важно всю эту инфраструктуру создавать, чтобы и вблизи была, и больница, чтобы не надо на другой конец. Об этом мы еще поговорим во второй части программы. Насчет больниц мы будем говорить совсем другое время, потому что больницы, у них есть свои нормативы, они не должны быть находиться в черте города, они должны быть, как вот на сегодняшний день, за чертой города. У них существуют определенные нормативы. Но я хочу сказать, что учительница живет в микрорайоне Юго-Запада, а ездит она на работу на Ленина, потому что она учитель высокой квалификации, и ее из своей гимназии никто не отпустит преподавать в соседнюю школу. Потому что, во-первых, там у нее будет заработок другой, ниже. Так у нас сейчас и дети ездят в садик на другой конец города. Про что я вам и говорю? Благодаря тому, что генплан предыдущий был не выполнен. Я вам и говорю, что сегодня генплан, даже на сегодняшний день, школы не отвечают нормативу тому, чтобы обслуживать свой микрорайон. Либо они перегружены, и там нет вот именно тех учителей, нет того направления. Дети ходят в эту школу, писать, читать умеют, и слава богу. А с другой стороны, ребенок-то он развивается на порядок выше, ему хочется больше знать. И родители это видят, и говорят, ладно, хорошо, мы тебя будем возить в другую часть города, и ты там будешь у меня учиться и развиваться. А почему эти-то дети, которые ходят вместе с ним в эту школу, вдруг там тоже такие же умные дети учатся? То есть, понимаете, вот это тоже идет перекос социальный. Нам сейчас нужно ненадолго прерваться, вернемся буквально через минутку и продолжим обсуждение. Как должен выглядеть Киров в 2040 году и насколько реален генплан нашего города на ближайшие 20 лет? Обсуждаем мы сегодня с нашими гостями на студии историк Антон Касанов и председатель Союза архитекторов Кировской области Алла Бурква. По правилам, когда мы строили город, мы начинали с того, что является городообразующим, ну какое-то предприятие. Предприятие приезжало, строилось и строило микрорайон вокруг себя. Посмотрите, Алла Марсовна, вы говорите, что мы должны вернуться в советское время и ходить везде пешком. Но почему именно в советское время? Я имею в виду, что мы должны ходить пешком на работу. Почему я ищу работу пешком, мне нужно... Нет, посмотрите, что получается. Такой сложный вопрос. Что первичное, курица или яйцо? То есть, с одной стороны, престиж общественного транспорта очень низок. И люди не хотят на нем ездить не только, потому что они его отрицают как факт, а потому что, реально, если вы ездите на общественном транспорте, там много людей. Там сейчас просто опасно ездить, потому что люди не ездят в масках. История с печным топливом, которым топили автобусы. И внешний вид, их плохая старая инфраструктура, это все нанесло большой урон общественному транспорту города Кирова. И поэтому люди думают, ну лучше там в кредит возьму машину, чем буду ездить на этих автобусах. Тем более, что начальство-то на них не ездит, они не знают, что там творится просто. А с другой стороны, есть такой психологический момент, что в принципе-то ничего страшного-то в этом нет. И в других странах, в нормально развитых городах, создается такая система общественного транспорта, благодаря которой разгружаются дороги. Реально, люди меньше ездят на личном автотранспорте, больше на общественном, поэтому легче ездить по городу просто. И в новом генплане там есть какие-то такие ростки, да, что мы больше будем уделять внимание именно железной дороге, например. Больше внимания будем экологически чистому транспорту, троллейбусам. Хотелось бы в это верить, но сложно в это поверить, если учитывать то, что происходит сейчас. Реально, за предыдущий промежуток времени мы увидели, что у нас престиж общественного транспорта был очень на низком уровне. Ну, это рукотворное все, это произошло не просто так. В принципе, я хочу сказать дальше, что любое предприятие строило вокруг себя микрорайоны. Сначала низкие, потом средней этажности, потом высокая, но опять-таки не хватает земли. Вот и тоже, если вспомнить всю эту историю нашего города, что Лепсинский район, говорят, Лепсинский район, тут вот все-все-все-все относилось к Лепси, все люди ходили на работу пешком. Но это уже сейчас, так ведь не получится, Алла Марсовна. Ну, понятно, правильно Антон говорит о том, что нужно престиж-то, транспорт-то повышать. Ну, или хотя бы развивать действительно велые пешеходные дороги. Я, конечно, езжу на транспорте, у меня нет личной машины, но я заметила, что в связи с тем, что у нас тут такая ситуация произошла, в транспорте стало очищено много. Даже старые троллейбусы, оказывается, были покрашены. Вот, если вернуться к застройке и инфраструктуре, давайте все-таки посмотрим, как планируется застраивать город в ближайшие 20 лет. По подсчетам специалистов, к 2040 году население Кирова составит 609 тысяч человек. Всем нужно где-то жить в центре, то не резиновый. Можно, конечно, точечно воткнуть еще несколько 17-этажных панелек, но разработчики генплана посчитали иначе. Городостроительный потенциал Кирова они ценили в более чем 3000 гектаров. По сути, это поля и неэффективно используемые промзоны. Кстати, часть генплана жилой застройки кажется более-менее реальной для воплощения в жизнь. Это вам не перенос стадиона «Динамо» в Вересники. Итак, судя по новому генплану, его разработчики делают акцент на застройке новых территорий. Судя по генплану, в северном направлении активно застраивать город не планируется. Расширять его будут на юг, запад и восток. Например, от чистых прудов вплоть до радужного появятся новые микрорайоны. То есть где-то здесь, в этих полях, появятся новые дома. Застроятся также и микрорайоны Вересники. Вересники – это вот эта обширная территория у реки. А также заречная часть города. Представьте себе городские пейзажи где-то вот в всех лесах за рекой. К перспективным территориям для застройки разработчики генплана также относят микрорайон Урванцево, Бахту, Ганино, Гнусино и район Слободы, Куртеевы на Филейке. То есть расти город будет вширь, что не совсем удобно для самих жителей, считает архитектор Артемий Коробов. Городу необходимо развиваться, и он должен развиваться либо экстенсивно, вширь, либо интенсивно вверх. А город – это же не просто набор построек. Это же прежде всего связи экономические, человеческие, культурные. И именно развитие вверх дает более качественное использование, во-первых, территории, а меньше потери на передвижение внутри точек, раскиданных по городу. В зону жилой застройки попали также отдельные участки и в центре. В частности, за парком Победы, за бывшим Квату, на Филейке, недалеко от самолета у парка ЛПК в Наавиатском районе. А вообще ничего нового в этом новом генплане. Это мнение кировского активиста Александра Галушка. Новый генплан – это, можно сказать, копия старого генплана. Очень много решений, которые не были реализованы или которые были запланированы в старом генплане, они перекочевали в новый генплан. То есть, так как реализовать большую часть идеи старого генплана не удалось, они все перешли в новую, ну, с небольшими дополнениями или корректировками. То есть, в принципе, нас ничего нового, этот новый генплан, ничего нового не сделал. Вот и проектами социальной инфраструктуры никого не удивишь. Десятки школ и детских садов построить власти обещали, обещают, и, судя по генплану, продолжат обещать. Есть, правда, немного конкретики. Новые микрорайоны – это новые детские сады и школы. Все логично. На бумаге, а точнее в презентации генплана все-таки есть. За 20 лет в Кирове планируют построить 56 новых школ и 67 детских садов. Впечатляет. Правда, строить массово такие учреждения в центре города не планируют, но исключение есть. Новая школа должна появиться где-то здесь, в Слободе-Шевеле, на перекрестке Карла Маркса и Профсоюзной, а также на улице Пролетарской и Воровского. Неважно, насколько продуманным генплан получился, считает депутат Денис Ерокин. Многое зависит от тех, кто его будет в жизнь воплощать. Прежний тоже был неплох, а что имеем. Если говорить о предыдущем генплане, ну вот на этом месте, в котором мы сейчас стоим, должна быть 24-я школа. В результате это дом, дедострой, обманутые дольщики, торговый центр и так далее. А если это было там, как это было при Быкове, то, конечно, говорить о каком-то там, ну, прорыве, да, то есть о каких-то социальных самообъектах, но они будут второстепенно. Кстати, кировчане могут внести свои пожелания по генплану города. Депутаты городской думы документ еще не утвердили. Алла Марсовна, Вы сказали, не построят школу в Шевелях? Владимир Владимирович Журавлев же добился, чтобы построили. Давайте похвалим Владимир Владимирович. Да, давайте похвалим его. Если школа будет построена, то я хочу сказать, что данный перекресток к улице очень сложный. И там овраг, и все, что касается, все, что относится к оврагу, это очень сложно что-то делать. Это сопротивление идет антагонистически в всех, скажем, этих волн и тому подобное. Здесь что только не хотели построить. И гостиницу, и бизнес какой-то центр, и жилье. Но на сегодняшний день решили сделать школу. Я сомневаюсь, что здесь построят школу в связи с тем, что там, где недалеко производство, и Скожевская, и Шинного завода. Шинный завод ниже, но и Скожевская. Я знаю, что на территории Скожева построили новый цех. Я думаю, что вот эта зона действия самого завода может оказать не очень положительное влияние на то, чтобы была здесь школа. Понятно. Вот по поводу того, что город должен застраиваться не вширь, а вверх, как сказал архитектор в сюжете. Это ведь интересная идея, как вы считаете? Нет, это неинтересная. В принципе, он так развивался в предыдущий промежуток времени. Если посмотреть на те общественные слушания, вы сегодня говорили, что есть к ним интерес, я тоже ходил на общественные слушания, все они были посвящены расширению уплотнения и этажности застройки. То есть, по сути дела, те нормативы, правила, которые были, они превышены. В итоге мы имеем сейчас то, что явно не предназначалось предыдущими генпланами. То есть, высокие, сверхвысокие здания в центре города, которые нарушают какую-то городскую ауру. Но может быть, это пока не единичные, а если мы все понастроим в этих домах? И это увлечение, оно, мне кажется, будет продолжаться дальше. Но вот смотрите, тоже еще интересный момент, на который я обратил внимание. Предполагается, что та политика, которая будет проводиться социально, приведет к увеличению численности населения свыше 600 тысяч человек. Тут любопытно задуматься по поводу того, а надо ли нам вообще это. То есть, нужно ли город увеличивать в числе населения. Потому что, смотрите, сейчас 500 тысяч человек. Что мы видим? Нерешаемая проблема. Сейчас лето, все открыто, весь город. Коммунальные сети не справляются, коммунальщики роют, копают, мы сидим без горячей воды. Сейчас начнется зима, опять гололед. Потом все остальные проблемы, которые связаны, в том числе, с инфраструктурой, в первую очередь. А представьте себе, что мы увеличим население города на еще 100 тысяч человек, мы увеличим, уплотним застройку, и эти все проблемы будут масштабироваться. И как мы можем это сделать? И как мы можем запретить людей? Да, сами, как в Китае. Смотрите, дело в том, что это пределосудие, с одной стороны. С другой стороны, смотрите. 100 тысячи из-за районов приедут, они же не родятся. За счет чего увеличится население города, если вот сейчас, это наоборот. Миграция из района уезжает. Это численность населения в районах, на самом деле, оно остается в пределах миллиона. Это получается, у нас 500 тысяч в городе, 500 тысяч где-то в районах. Но, опять же, если смотреть по возрастному фактору, то пассионарность и мобильность этого населения, она падает. Остаются люди уже третьего возраста, которые едва ли они будут перейдеть сюда. Поэтому на что рассчитано? Опять же, видите, мы говорили про то, что нет обоснования. О чем они говорят? Что из Коми приедут люди третьего возраста, из других регионов. Но задаемся мы сразу вопросом, а является ли Киров притягательным городом для жизни? Потому что, в принципе, жить в Кирове сложно, это правда. Может, лучше, чем в Коми? Ну, в Коми, если учесть, что там показывают Воркуту и другие города, где просто брошенные стоят панельные дома, где там просто люди уезжают, бросаются. Конечно, Киров лучше. То, конечно, Киров получше будет. Но нужно сравнивать не с Воркутой, конечно, и не с какими-то территориями Крайнего Севера, где просто сложно физически жить из-за климата. А сравнивать нужно, например, с соседями ПФО, с Удмуртией, с Нижним Новгородом, с Перми, с другими городами. Ну, мы не имеем права от этого сравнивать, потому что все-таки это столицы. Какая раиса? У нас тоже областная столица. Ну, нет, это бюджет. Это разговор от плохого сразу идет. Нужно тянуться к лучшему, а не к худшему. Вот, 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 именно. И думать о том, что у вас все равно бюджет есть определенный, и вы его не перешагнете. И пока нам дядя с федерального бюджета не даст денег, мы ничего сделать не можем. Даже определенно просто путепровод построить не можем. Мы обязательно просим программу какую-то себе. Мы не можем построить школу, должна быть программа. Мы за счет программы строим школы, за счет программы строим детские сады. Ну, вот смотрите, власти ведь тоже не согласны с этим проектом. То есть у нас областные власти не приняли генплан. Александр Чурин сказал, что ему не понравилась концепция развития парков и неактуальность некоторых технических и проектных решений. И, в принципе, в правительстве говорят, что в документе не хватает инновационных решений и передовых технологий. Вы как думаете, о чем идет речь? Что за инновационные решения, передовые технологии? Ну, вот, например, если мы говорили о том, что у нас студенты, работая над своими курсовыми проектами, предлагают метро наземное. Это инициатива, да? То есть вот Антон сидит и улыбается. Метро. Мы все нужно экономически прощать. Я, опять-таки, мы говорим слово метро, то есть соединить Нововятск, Киров-2 с филейкой, но использовать железную дорогу. Нужно вести переговоры железные. Оно есть, она была, эта маленькая электричка. Так собирается уже семи рожей, да. Рожей собираются сколько? Два года как собираются. То есть переговоры, мы делаем вид, что мы ведем переговоры. Можно же ведь делать вид, что ты едешь на велосипеде, сидя на тренажере. То же самое и здесь. Опять-таки, инновация в том, что сделать наземное метро, это над землей монорельс. Но почему не помечтать? У нас студенты мечтают. Потому что, Алла Марсовна, вы же сами сказали, что у нас есть определенный бюджет, который не перепрыгнуть. Но у нас есть люди, которые хотят сегодня сделать метро в нашем городе. Он не говорит о том, что можно сделать подземное. Нужно, я готов дать денег на то, чтобы развивалось метро. То есть, вот метро, это тоже наземное метро. Вы знаете, я всегда скептически отношусь к этим гиперпроектам, потому что, на самом деле, мы должны плясать от того, что у нас есть. У нас сейчас в городе огромное количество инфраструктурных проблем. И я думаю, что те бюджеты, которые есть, они должны быть направлены на то, чтобы жизнь сделать простых людей нормальной. Хотя бы просто нормальной. Потому что из таза греть воду, мыться, это просто беспредел. По три месяца сидеть. А вы хотите, чтобы увеличилось население города, и чтобы еще сто тысяч мыло. Я не хочу, мне не надо. Ездила на метро, которое никогда не построили метро. То, о чем здесь говорится, касается зеленых зон. И это очень правильное замечание, потому что в новом генплане изменены зоны застройки. То есть, теперь общественная деловая зона застройки применена и к парку уже ДК Железнодорожников, и к Дворцу Пионеров. Но говорят же, вроде что это не... Действительно, есть опасность того, что эти территории будут застроены. Это реальная опасность. И вот сейчас не нужно думать про инновации. Нужно сделать все, чтобы эти места оставили в покое. Чтобы их оставили хотя бы в том виде, в котором есть, и, конечно, развивали. Чтобы эти зеленые зоны сохранились. Потому что по предыдущему генплану по зеленым зонам план выполнен на 11%. То есть, нам не хватает территории рекреации. И это, мне кажется, сейчас самое важное. Не думать о том, что метро там когда-то постоит. Никогда не постоит метро. Никогда. Запомните. И третий может тоже, что построить. Нельзя говорить. Подождите, а на общественных слушаниях говорили, что ничего этим зеленым зонам не грозит. Нас обманули? Нас обманули? А Владимир Васильевич Быков говорил, что тоже в этой стройке не жду. Вы не верите, да? Парка Робеда. Ну, понимаете, я хочу вам сказать, что в принципе на сегодняшний день просто, ну, как тоже было сказано, что в Министерстве строительства Российской Федерации есть требования к вот таким зеленым зонам, которые не принадлежат городу. Эти земли не принадлежат, они не городские, они федеральные. И они обозначаются по-другому. И называются они вот общественно-деловая зона другого назначения. Ну, вот так. Что это значит простым языком для земли? Ну, простым языком, простым языком можно прийти к федеральному представителю и выкупить часть земли. И построить там все, что угодно. И построить там, да, все, что угодно. Нет, на сегодняшний день по закону там можно строить только спортивное. Если бы можно было на сегодняшний день там строить что-то другое, морепарка бы там не было. Это я вам тоже уговорю. А дело в том, что на территории города есть много территорий, которые городу не принадлежат. Но это не значит, что город должен отстраняться от решения проблем. Конечно, а вы знаете... Это не было, когда мы с вами добились того, что одну мозаику на авиационном техникуме сохранили. Когда Илья Шулигин говорил, что это все нужно замазать. Хотя эта территория не относилась к его зоне компетенции даже. И то же самое сейчас касается и Дворца пионеров. В области все есть рычаги, чтобы сохранить его в виде зеленой зоны. И то же самое касается и РЖДС, с которым можно вести переговоры и сохранить эту зону. Вот это сейчас ключевое. Нужно добиться того, чтобы эти зоны остались зелеными, чтобы спортивная инфраструктура не была уничтожена. Вот к чему мы должны прийти. Вот, и смотрите, как говорится, парта имени Кирова отмечена зеленым цветом. А не там коричневым. Что это значит? Это значит, будет зеленая зона. Ну то есть парку имени Кирова ничего не грозит. Да, я хочу сказать, что она-то городская земля. А вот мы говорим про Квату. Мы не можем даже на сегодняшний день, земля принадлежит уже городу. И мы ничего не можем там сделать в связи с отсутствием дорог туда, на эту территорию. Хотя есть многие желающие туда попасть. Но когда касается, а как делать с дороги, отступаются сразу же. Алла Марсовна, ну вы... То есть вот такие вот ситуации вот это есть в городе. Вы готовите же, да, какие-то предложения в этот генплан? Да, мы вот, конечно, подготовим предложения. А что если коротко, вот коротко, самый важный пункт? Самый важный пункт. Первое, это сделать школу улица Ленина и Азина. Там у нас есть промышленная зона, кисточки. Они уже давно не пользуются этими предприятиями. Цеха просто так стоят. Хотим предложить о том, что там сделать школу. На такой микрорайон там нет школы. Второе. И все время таскают у нас по генплану наш несчастный автовокзал. Мы предлагаем два места, вернее, ну да, предложение есть, два места сделать, два разных, два абсолютно разных автовокзала. Скажите, почему нельзя его оставить там, где он есть и просто не трогать его? На сегодняшний день очень большое количество междугородных автобусов едут через город. Это тоже не очень хорошо. И там автопарк, негде его вот так разместить. Это же маленькое место было. А сейчас автопарк-то вырос у них. И вот междугородний автовокзал можно было бы сделать пощерцей. Вот там, в том районе, там, где вот у нас Сельмаш. Ну, к примеру, завод Сельмаш. К примеру, я имею в виду, вот в этом месте. Можно там все это сделать. И там и жильяне, там какие-то возможности. Возможно, пока что это есть. Второй автовокзал, который у нас направление Слободского, это вот там, где у нас Макарья. То есть вот этот вот разворотный круг. Здесь тоже возможно сделать как автовокзал. Все время все хотят здесь сделать большую автостоянку частную, чтобы можно было приезжать из районов, оставлять свой автобус, машину, и идти в город, там, фуникулер предлагали у нас тут, пешком идти в парк. То есть эти вот... Про фуникулёру, а он-то на свое мнение. Я хочу сказать, что он тоже существовал еще в 60-е годы. Еще, как вы говорите, Козлов предлагал этот фуникулер сделать. То есть это не просто так вот оттуда вот где-то с Луны нам свалилось. Всю информацию читаем. И, конечно, у нас есть предложение сделать мосты через железную дорогу. Это вот улица Энглиса, то есть это Преображенская, через вот как раз-таки железную дорогу. Ну, один из вариантов таких, почему бы и нет, рассматривать. И Герцена. У нас там огромный цеха завода «Маяк». И его же тоже нужно переносить за город. Это же завод. И смотрите, какая территория освободится для строительства. А как мы делаем город, мы должны уплотнять. Зачем нам расширяться-то, когда мы можем здесь по-другому посмотреть? Я сторонник рационального подхода. Мне очень понравилось на слушаниях. Илья Ронжин, мой однокурсник, выступал. И он спрашивал про тирочек про потенциальность нового стадиона «Динамо». Там же получается интересная история. К юбилею города, условно, к 25-му году предполагается снести стадион «Динамо». А через, получается, 15 лет построить новый стадион в Вересниках. Нельзя же так. Это странно. То есть, может быть, дождаться пока в Вересниках построить стадион. И потом уже рассматривать этот вопрос. И собрать общественное мнение, как вообще люди считают, нужно это делать или не нужно. Представить конкретный план развития этой территории. А не гипотетически, что там может стоять какой-то ларек в центре. И вообще, это же еще должно коррелировать в целом с развитием концепции спортивной инфраструктуры. То есть, если стадион «Локомотив» не нужен РЖД, если это потенциальная зона вообще общественной деловой застройки, почему бы городу, например, не выйти с предложением, не взять его себе и сделать там же потенциально великолепное место. Оно такое и было еще 20 лет назад. И не нужно будет строить какой-то из новых стадионов, потому что уже есть это место. То есть, на самом деле, нужно подходить рационально и с использованием тех каких-то уже концепций социально-экономического развития, программ, которые есть. То есть, подходить к этому вопросу взвешенно, сбалансировано, рационально, а не плодить гиперпроекты, которые, к сожалению, Алла Марселин тоже хотел бы и на фуникулере покататься, и на мостах каких-то, да, и на метро в Кирове. Но, понимаете, мы живем в такое время, что, к сожалению, этого не будет. Поэтому, мне кажется, что концентрировать на этом внимании не нужно сбивать людей с толку, скажем так. Все равно нужно мечтать. И я хочу сказать, что то, что вы начали нашу сегодняшнюю беседу с книжки Громаковского, они не просто сидели там на заваленке, где-то там что-то мечтали. Если взять вообще всю подноготную от того, как появилась эта книжка, был сделан первый генплан города Кирова в 41-м году. Его подготовили, но не успели в связи с войной его утвердить. И когда вот была концепция, генплана была сделана, Громаковский просто на подъеме своего, от того, что он был романтиком, он сел и написал. Если просто почитать эту книжку, то видно такие, знаете, перескоки, где-то что-то он не договорил, перескочил в другое место, там в третье, в пятое, в десятое, но он мечтал. И если посмотреть вот эти его мечты, то в принципе его мечты и в какой-то степени и осуществились по истории этой книги. Я имела в виду, что вот если не мечтать, то мы не получим того города, который у нас сейчас, даже сейчас есть. После войны мы стали застраивать не вширь, а менять инфраструктуру внутри города. У нас было много усадеб, и мы там стали менять застройку, потому что территория позволяла. Но опять-таки экономически у нас были заводы за городом, на окраине. Это правильный подход к строительству города. То есть, понимаете, если об этом не говорить, и говорить, что это не у васики, неправда. Нужно говорить, нужно мечтать. Но как вы думаете, какой процент из этого генплана будет выполнен? Ну знаете, конечно, я реалист. Если выполнят те же 30% того, что у нас выполнено было 27, да плюс еще 30 выполнится. Вы считаете, это будет хорошо? Это будет хорошо, потому что, я опять вам говорю, экономика. Мы не можем заставить застройщика просто так. Так давайте тогда план закладывать именно эти 30%. Зачем мы закладываем недостижимые действия? Нет, надо мечтать. Чтобы помочь тем проектировщикам, которые придут в будущем через 20 лет. И они, как сказал Александр Галушко, взяли бы это все, немножко переупаковали, получили бы деньги и туда. Я могу сказать, что на самом деле реализация генплана зависит от многих факторов. И в первую очередь от политических факторов. Потому что все-таки это зависит от того, какой будет менеджмент в городе. На сегодняшний момент, к сожалению, мы видим очень большую ротацию. Мы видим, что главы администрации, главы города, они постоянно меняются. Нет между ними какого-то такого взаимодействия. Плюс ко всему, здесь же реализация генплана предполагает очень тесную работу. И застройщиками, и с областной администрацией, и с федерацией, и с другими регионами. Поэтому это довольно сложный процесс. И здесь нужна сильная личность. И мне кажется, что такая личность может появиться только тогда, когда мы преодолеем вот это разделение властей и будет избранный мэр. Потому что Василию Киселеву там уже самому удалось реализовать часть тех затей, о которых вы говорили, 50 лет назад планировали построить второй мост. Ну вот построили тогда мост. И, конечно, многое будет зависеть от экономической ситуации в России в целом. Сейчас, к сожалению, она неблагоприятная. И поэтому мне кажется, что реализовать все эти задумки, о которых здесь говорилось, будет очень сложно. Я призываю всех все-таки быть реалистами, а не фантазерами. Потому что здесь все-таки речь идет о конкретных делах. И они будут зависеть от множества факторов. Поэтому поживем и увидим. Будем надеяться, что через 20 лет все-таки эта цифра будет не 27%, а больше. Хотя бы 30. Мы хотя бы будем надеяться на то, что все равно город наш будет удобно и красиво. Я хочу сказать, что все равно мы живем в городе, и бизнес тоже живет в городе. И не нужно сопротивляться новому, правильному, красивому городу. А то мы начинаем... Нужно привлекать бизнес в эти проекты. Нужно привлекать. Надо, чтобы... Не то, что мы его привлекаем, но он не отзывается. Потому что, опять-таки, у них нет бонусов. Понятие красоты, это очень разно. А это опять-таки... Очень субъективно. Да, и опять-таки, я предлагаю там бизнесу, помогите нам. А там он мне говорит, а что взамен? Потому что это политика «ты мне, я тебе». Если нет политики такой в городе, бизнес не увлечь за собой. Это уже, наверное, алмарсовная тема, да, другой истории. Другая история. Но дело так в том, что я вот хочу сказать, что все равно мы все живем в городе. Не нужно сопротивляться новому. Нужно просто... Смотря что такое новое. Чему-то такое сейчас нужно сопротивляться. Например, застройки парка у Дворца Пионеров, Парк Победы. Естественно, естественно. И это я вас поддерживаю 100%. И наше сообщество будет на вашей стороне. То есть мы все вместе на одной стороне. Не на вашей, не на нашей, а на благой стороне, где наши парки должны оставаться парками. И чем больше их будет, тем будет лучше. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли сегодня к нам. Я напомню, что у нас в гостях был историк Антон Касанов и председатель Союза архитекторов Кировской области Алла Буркова. С вами были Надежда Гдерникова. И Екатерина Зубарева. Спасибо. До свидания.